Глубоко уважаемый Рашидов Ахидна, глубоко уважаемые коллеги, мне действительно хочется остановиться на некоторых моментах и вообще начать с того, что на сегодняшний день наши возможности в лечении больных раком молочной железы колоссальны. Если еще вчера мы имели для гормонозависимого рака молочной железы только такие опции, как простые гормоны, это тамоксифен, ингибиторы ароматазы, потом появляется фолвестрант, деградант. И сегодня мы уже имеем большой такой список таргетных препаратов. Это ингибиторы CD4-6-киназ, это появившийся ингибитор 5-3-киназы, алпелисип. И, конечно, наши возможности сегодня существенно раскрываются. Объять необъятное, наверное, невозможно, поэтому я хотела бы сегодня остановиться на метастатическом гормон-позитивном HER2-негативном раке молочной железы и сказать, что эффективность ингибиторов CD4-6-кина значительно изменила эволюцию лечения этих пациентов. И вы видите, что практически их использование позволило вдвое, а то и в некоторых случаях даже в три раза, увеличить показатели безметастатической выживаемости и даже общей выживаемости. На сегодня эти результаты уже хорошо доказаны, и уже мы имеем данные по 140 клиническим исследованиям, в котором анализировалось более 50 тысяч больных, где было показано, что для этих больных уже не столь актуальна опция химиотерапии при прогрессировании заболевания, а использование именно ингибиторов CD4-6-киназ с эндокринной терапией значительно превосходит по своей эффективности эндокринную терапию и химиотерапию, какой-либо она схемой не использовалась. Что мы имеем на сегодняшний день в реальной клинической практике? Несмотря на то, что прорыв этот был сделан и ускоренное использование ингибиторов CD4-6-киназ было принято FDA еще в 2015 году, к сожалению, вот такой более широкий доступ к этим препаратам мы получили в Российской Федерации практически вот в течение последних двух лет, 2019-2020 год, и в том числе на сегодня мы имеем доступ к этим препаратам по региональной программе в рамках годного лекарственного обеспечения. Но в связи вот с таким большим накоплением клинического опыта появляются, конечно же, и новые вопросы, которые представляют достаточно серьезные сложности. Как правильно определить показания к выбору лечебной опции, какому препарату отдать предпочтение, ну и, наверное, самое главное, что делать при прогрессировании процесса. И свое сообщение я бы хотела построить на представлении клинического случая. С одной стороны, он типичный, а с другой стороны, он крайне нетипичный, потому что именно на этом случае можно показать, наверное, самые такие болевые точки на сегодняшний день. Молодая пациентка 30 лет, она обратилась по поводу образования молочной железы. В этот момент она была беременной, 7 месяцев беременности. При обследовании у нее выявляется небольшое образование. В верхненаружном квадранте левой молочной железы ей выполняется трепан-биопсия, и по результатам этого исследования устанавливается диагноз, что имеет место инфильтрирующая протоковая карцинома, второй степени злокачественности, и по иммуногистохимическому результату это люминальный Б-рак молочной железы. Выполняется ПЭТ-КТ, данных за наличие отдаленных метастазов не получено, и окончательный клинический диагноз звучит, как рак левой молочной железы, Т1Н1М0, люминальный потип. Пациенткой, конечно же, прерывается беременность, проводится неадювантная химиотерапия, 4 цикла антрациклин содержащих режимов, проводится 9 введений токсотера, больше до нужного количества, 12 они не дошла, потому что развелась периферическая нейропатия, но на фоне этого лечения у пациентки отмечается частичный регресс опухоли, после чего ей выполняется органосохранная операция, биопсистра живых лимфоузлов, акселярная лимфоденектомия, и действительно, патоморфологический диагноз подтверждает наличие опухоли. Постморфологическая, послеоперационная стадия звучит, как ПТ1Н1М0. Проводится лучевая терапия на оставшуюся молочную железу, на зону регионарного лимфоотока, и дальше больной в одевантном режиме назначается гормонотерапией, томоксифеном сроком на 5 лет. Больная дальше находится под контрольным динамическим наблюдением. Надо сказать, что 25 месяцев она получала вот эту одевантную терапию, томоксифеном, но у нее вдруг появились боли в правом подреберье, при этом она молодая, с охранным менструальным статусом, несмотря на то, что ранее ей проводилась химиотерапия. При осмотре данных местно за рецидив опухоли нет, но по результатам компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии определяются множественные метастатические очаги в легкие, головной мозг и печень. При этом, поскольку уже девушка молодая, ей смотрится, определяется мутация гена Берсей, которая не была обнаружена. Вот здесь результаты контрольного обследования, подтверждающие, что у нее выявлены и висцеральные метастазы, и метастазы в головной мозг. Безусловно, когда была выявлена метастаза в печень и выполняется трепан-биопсия, и получается результат, который получили, подтверждает наличие метастатической карциномы, и там тоже по результатам иммуногистохимического исследования определяется метастаз люминального Б-рака. Но обратите внимание, что уже пролиферативная активность в этом метастазе намного выше, составляет 80%. Что делать? Каков должен быть выбор тактики лечения? Действительно, в реальной клинической практике мы должны анализировать огромное количество всех факторов и посмотреть все-таки, что же нам позволяет выбрать адекватную тактику. Молодая больная, конечно, прогностически неблагоприятный статус, признак. Сохранный менструальный цикл даже на фоне химиотерапии, проводимой адювантной гормонотерапией. Множественные висцеральные метастазы, но, что хорошо, без висцерального криза. Метастазы в центральную нервную систему. Отмечается вторичная гормонорезистентность, поскольку все-таки 25 месяцев она получала адювантное лечение. И, конечно, высокая пролиферативная активность в метастатическом очаге. В чем сложность выбора? Как всегда, существует вот такой вопрос, что же выбрать? Химиотерапия. Действительно, много прогностически неблагоприятных факторов. Или гормонотерапия. Но мы хорошо уже на сегодняшний день понимаем, что ни химия, ни гормонотерапия по своей эффективности значимо не различаются. Эффективность стандартных опций ограничена. Она не превышает 12 месяцев. И, согласно не так давним рекомендациям русским, мы, конечно же, обычно в этих ситуациях используем последовательные линии гормонотерапии. Но всегда стоит вопрос. 12 месяцев – это много или мало? Конечно, мало. И поэтому всегда хочется улучшить результаты гормонотерапии. И вот как раз открытие роли CDK4-6 во внутриядерной регуляции клеточного цикла и появление нового класса ингибиторов, оно значимо изменило историю лечения. Появляются в нашем арсенале три препарата – палбоциклип, рибоциклип, обемоциклип и возможность проведения комбинированной гормонотерапии. Препарат показали себя с очень высокой эффективностью. Вы видите, что если мы говорим сегодня о палбоциклипе, то он позволил достоверно увеличить медиану выживаемости практически более чем в два раза, снизить риск прогрессирования на 44% и определить контроль опухолевого роста практически на 85%. Мало того, как показали регистрационные клинические исследования, эта опция высокоэффективна при висцеральных метастазах и при метастазах в печень, и при метастазах в легкие. И еще, молодая женщина, что делать? Всегда это большой вопрос. Было проведено регистрационное клиническое исследование второй фазы, молодая жемчужина, как вы видите по красивому названию, где определялась все-таки возможность оценки эффекта при использовании комбинированной терапии палбоциклип с экзамистаном, против капицитабина, который очень часто используется при лечении метастатического рака молочной железы. Что было показано? Однозначно, комбинация палбоциклип с экзамистаном и с авариальной супрессией обеспечивает снижение риска прогрессирования более чем на 30% по сравнению с химиотерапией. И контроль опухолевого роста может быть достигнут у 80% пациенток. Ну а что же все-таки в реальной клинической практике? Мы очень часто остаемся на той позиции, что нужно все-таки понадежнее провести химиотерапию. Но не мы такие одни. Я специально привожу исследование Flatiron. Это большое исследование по реальной клинической практике использования ингибиторов CD4-6 кина с первой линии. И обратите внимание, что наши американские коллеги тоже потихонечку приходят к этой опции и не всегда ее используют. И только на сегодняшний день использование комбинированной терапии практически увеличилось, но оно используется не более чем у 50% больных. Хотя, как вы видели, эта опция высокоэффективна. Нашей больной повезло. Она консультируется в 2016 году в Израиле. И коллеги из Израиля ей рекомендуют проведение авариальной супрессии. Назначают палбоциклип с литрозолом. Дальше ей выполняется удаление яичников. И проводится радиохирургическое лечение по поводу метастазов головной мозг. Елена Михайловна, вот хочу как раз у нас трудный случай. Вы перечислили 3 CDK-4-6. Почему палбоциклип? Вот одно исследование. Но ведь обемоциклип тоже использовался для обменопаузальных больных. И в монолизе 7-м рибоциклип тоже для обменопаузальных. Совершенно верно говорить, Рашид Авахидна. Для клинических онкологов очень важно. Мы в 2020-2021 году вошли с 3 CDK-4-6. Первая линия, вот такая больная. Вот какой выбрать препарат? У нас есть все три. Вы знаете, когда начинала лечение эта пациентка, был один препарат. Нет, а мы сейчас говорим на сегодняшний день. Это понятно, что вы рассказываете о том. Я к этому, если вы позволите, я подойду в конце. Как специалист, вы бы выбрали какой препарат из трех? Вы знаете, я бы остановилась, наверное, все-таки у нее на палбоциклипе. Почему? Почему? Потому что, во-первых, он доказательный был. И вот это исследование, молодая жемчужина, совершенно четко сравнила. А по рибоциклипу и по монолизе? По рибоциклипу, совершенно монолизе 7. Они вообще отдельно сделали для преминопаузальных? Да, они были первыми из трех ингибиторов. Вы совершенно правы. И они доказали эффективность. Но в палбоциклипе тоже шел такой контингент пациентов. И поэтому вот эти два препарата, палбоциклип и рибоциклип, они могут идти со знаком равенства у этого контингента пациента. Тогда почему палбо, а не рибо? Ну, мне сложно сказать. Потому что, наверное, все-таки... Вот она и есть сложность. Больше опыта. Вот сейчас клинические онкологи имеют три препарата. Рашидова Хитина. Я, честно говоря, сама, будучи, да, ну, знаете, у нас достаточно большое количество пациентов, вот они приходят. Вот вы сидите на консилиумах. У вас вот одна за другой заходит женщина для решения вопроса о первой линии CDK 4.6. Вы как назначаете? У вас рандомизация или вы как? Одному так, одному так. У нас реальная клиническая практика по наличию препарата и по возможности доступа. Сейчас есть все. Сейчас, да. Сейчас, да. Вот при наличии есть все. При наличии есть все. Если ориентироваться на исследования, которые прошли регистрационные клинические исследования, то, конечно, это рибоциклип. Это рибоциклип. Если говорить о том, что молодые и, так сказать, более вот конкретные исследования, именно сравнение с химиотерапией, а у этой пациентки при таком метастатическом процессе, ну, действительно, я думаю, что у многих химиотерапевтов потянулась к химиотерапии. Поделась бы за химиотерапией, однозначно. На то время, я совершенно согласна, я бы тоже, как и коллеги из Израиля, выбрала бы палбоциклип. Палбоциклип. Спасибо. Если позволите, я продолжу. Дальше больная находится под динамическим наблюдением. Уже через год она проходит обследование, и все хорошо отмечается частичная регрессия. В принципе, она очень хорошо переносит лечение. У нее исчезает боли. Экок – ноль. Единственное, что надо отметить, была только ликопения первой степени, но это несущественно. И вновь ей проводят ПЭТ-КТ, и исчезает накопление препарата практически во всех очагах метастазирования. То есть отмечается регресс метастатического процесса и стабилизация по легким и по печени. Дальше вот здесь представлены снимочки, на которых отмечена эта вся ситуация. И еще через год контрольный осмотр. 22 месяца от приема терапии. Вновь оценивается эффективность. Больная не предъявляет жалоб. Она вновь себя чувствует очень хорошо. Опять нет данных за прогрессирование заболевания. В биохимических анализах практически норма. У нее только немножко на периодически поднимаются уровни маркеров. Но, в общем, мы к ним присматриваемся, но они не являются стори ответственными при принятии решения. При МРТ головного мозга не отмечается ухудшение. А вот при ПЭТ-КТ было выявлено патологическое накопление препарата в определяемых ранее метастатических очагах печени. Естественно, возникает вопрос, с чем это связано, не является ли это прогрессированием. Больная проходит до обследования. И по данным МРТ отмечается увеличение размеров образования в печени практически вдвое. И вновь встает вопрос. Прогрессирование заболевания, рост метастазов. Что выбрать уже в качестве второй линии? И опять вопрос, что? Химиотерапия, но у пациентки нет жалоб, нет проявления висцерального криза. Второй вариант. Смена линии комбинированной терапии. Вроде надо перейти на препарат с другим механизмом действия, экзамистан и веролимус. И действительно, эта опция прописана в рекомендациях. И третий вариант. Возможно ли повторное назначение палбоциклиба, но со сменой гормонального партнера, так называемый речеллендж. Вообще, в литературе на сегодняшний день высказывается такое мнение, что хотя эндокринная чувствительность сохраняется после прогрессирования, но предполагают, что большее количество механизмов адаптивной резистентности возникает именно к гормональным препаратам, а не к ингибиторам CD4-6 киназ. И что есть по этому поводу в литературе? Действительно, вот этот вопрос на сегодняшний день волнует очень многих исследователей. И проводится на сегодня два таких серьезных, уже рандомизированных исследования. Вот одно исследование Пальмира. То есть после того, как эти больные получили ингибиторы CD4-6 киназ, дальше два рукава исследования, остается тот же самый ингибитор, но меняется гормональный партнер. И второе исследование, аналогичное ПЭС. Пациенты, которые получали ингибиторы CD4-6 киназ, в данном случае тоже полбоциклиб, дальше назначается ингибитор ароматаза, дальше три рукава исследования, либо фолвестрант, либо фолвестрант с полбоциклибом, либо фолвестрант с полбоциклибом и иммунным препаратом. К сожалению, в литературе на сегодняшний день нет пока никаких результатов. Вот по этим исследованиям они инициированы, набор еще ведется. Но еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта проблема, эта сложность, она практически на сегодняшний день используется для всех. В частности, вот то же самое исследование Flatiron, в которое включено более 4 тысяч пациентов. Посмотрите, на второй линии терапии повторное использование ингибиторов CD4-6 киназ используется практически в 41% наблюдений. И только лишь небольшое исследование на сегодняшний день представлено с определенными результатами. Это исследование Кливлендской клиники, где показано, что если идет повторный речеринж использования, в данном случае тоже полбоциклиба, то можно достичь медианы выживаемости без прогрессирования на уровне 11%. Практически это так же, как во второй линии использования полбоциклиба. Но еще там был момент такой, что, в принципе, первая линия, она точно так же может позволять достигать выживаемости без признаков метастаза на уровне 24%, а вот повторное исследование, как я уже сказала, практически год. То есть вторая линия терапии для этой больной, она вновь консультируется в Израиле, и ей назначают как раз вот эту схему, полбоциклиб меняет гормонального партнера у Вестрант, ей проводится уже стереотоксическая лучевая терапия на метастатические очаги в печени, и вновь к 22 месяцам первого хорошего лечения эффекта больная добавляет еще 8 месяцев стабилизации процесса при очень удовлетворительном состоянии пациентки. Но, тем не менее, когда-то все хорошее заканчивается, у нее вновь отмечается прогрессирование, и опять только относительно роста метастазов очагов в печени, и дальше начинается как раз использование вот тех стандартных опций. И обратите внимание, фактически за 18 месяцев пациентке было проведено 6 линий терапии, максимальный эффект, который был достигнут, он определялся как стабилизация процесса, и, конечно, отмечалось вновь дальнейшее прогрессирование заболевания. Контрольное обследование уже в августе этого года. У нее вновь появились небольшие жалобы на дискомфорт в правом подреберье, хотя приличное общее состояние, 0,1 и кок. Определение мутации пиктрисея, наши знания расширились уже к этому времени, и мы могли для того, чтобы определить последующую линию лечения, определить мутацию пиктрисея. И на сегодня мы знаем, что это драйверная мутация, которая определяется, может определяться в гормон позитивных метастатических раках молочной железы, которая, в принципе, существует с самого начала развития опухоли. Она не исчезает, она проявляется. И если бы мы определили ее наличие в опухоли у этой пациентки, а ей была сделана повторная биопсия печени в том числе, то, конечно, мы бы могли тогда выбрать другую лечебную опцию, в частности, ингибитор 5,3 киназы, алпелисип. Но, к сожалению, этой мутации у пациентки обнаружено не было. И, естественно, опять вопрос, что делать? Подошли к девятой линии терапии. И вот тогда было решено, что, в принципе, когда проведен анализ, и казалось, почему был сделан такой выбор в сторону обемоциклиба, который назначался именно в монотерапии. Контроль над симптомом заболевания при использовании ингибиторов CD4,6 киназы, палбоциклиба, в частности, с разными гормональными партнерами составил 30 месяцев. А шесть других линий терапии были реализованы в течение 18 месяцев. Несопоставимые, конечно, результаты. И поэтому, учитывая определенные данные, которые были уже получены к этому времени, сейчас я на этом остановлюсь, назначают с августа этого года пациентке прием обемоциклиба в дозе 200 мг два раза в день. Что же можно взять за основу обоснования этой линии терапии? Вы меня прерывали с вопросами, с дискуссией. Нужны быть не сколько теоретические вопросы, сколько практические. Объяснений очень мало. В исследовании Монарх было показано эффективность в монотерапии, частота, высокое достижение объективного ответа 20%, медиана выживаемости 6 месяцев, общей выживаемости 22 месяца. Почему выбор может быть более обусловлен именно в пользу обемоциклиба? Все ингибиторы CD4-6 киназ, мы знаем, что они воздействуют на CD4 и CD6, но то, что касается объемоциклиба, он практически приближается больше к пан-ингибитору CD4 киназ. Почему? Потому что он перекрывает и CD2, и в таком случае практически он перекрывает весь клеточный цикл. Именно, возможно, поэтому мы имеем на сегодня и результаты такие, и тоже только одно исследование, которое проводится сейчас в Соединенных Штатах Америки и объединяет 4 исследовательских центра. Всего набрано 58 больных по такому использованию препарата обемоциклиб в монотерапии с различными гормональными партнерами. И было показано, что можно достичь медианы выживаемости без рецидива на уровне 5-6%. Причем часть больных отмечалась так, что у части больных резистентность была менее 120 дней. У 46 больных эффект назначения объемоциклиба превышал 120 дней. И причем из 27 больных, у которых продолжительность эффекта составила более 251 дня, то есть чуть меньше года, практически все эти пациенты получали объемоциклиб. Я хочу сказать, что таких исследований, которые бы подтверждали возможность выбора таких опций, на сегодняшний день практически нет. И действительно, больная в течение 4 месяцев получает объемоциклиб в монотерапии, отмечается небольшое уменьшение размеров опухолевых очагов печени в рамках стабилизации. Ну и если вернуться все-таки к вопросу, в чем заключаются сложности, то, конечно, это в первую очередь преодоление стереотипов мышления, и нужно выбирать наиболее эффективные опции. Вы совершенно правильно сказали, Рашидава Ахидна, что у нас сейчас большой арсенал препаратов, но недостаточное количество биологических маркеров, которые могут позволить выбрать определенный лекарственный препарат, к сожалению. И высокая эффективность лечения, она, конечно же, ассоциирована с увеличением продолжительности лечения. И вот как на примере наших больных, уже не хватает лечебных опций, которые бы мы на сегодняшний день могли использовать. Поэтому, конечно, необходимо новое исследование. А закончить мне хочется не голосованием, потому что я думаю, что здесь голосовать, в общем-то, пока предмета нет. Но мне бы хотелось привести вот такой философский закон, что чем больше я знаю, тем больше я не знаю, потому что объем наших знаний расширяется, а вопросы при этом, наоборот, еще больше возникают и остаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok